Почтенный возраст Почтенный возраст Почтенный возраст Елена Образцова Она не стесняется своего возраста А ей уже 74 Секрет ее успеха Не только уникальный образцовый голос А бесценное умение Радоваться каждому дню О секрете своей молодости Наедине со всеми Зажигательная и неутомимая Елена Образцова АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Знаете чем? Не только тем, что вы потрясающе выглядите Это правда Той энергией, которую вы из себя источаете Да Вы красотка Привлекательная Зажигательная Чего только себе не позволяете Жениха нельзя найти здесь Нет, жениха АПЛОДИСМЕНТЫ Скажите мне, откуда у вас эта энергия? От боженьки От боженьки От веры А силы откуда такие? А силы, силы небесные тоже Все оттуда Ваша самая знаменитая партия Это Кармен Вы до сих пор поете ее? Такая есть Монсеррат Кабальеза Я знаю И какая певица Да, знаю ее Ты знаешь, да Так вот, она пела концерт Сарсуэлу свои маленькие такие песенки И кто-то из зала в конце крикнул Норму хотим, норму хотим Она говорит А я как хочу АПЛОДИСМЕНТЫ То есть все-таки Возраст вносит свои ограничения Уже не может Нет, ну конечно Нет дыхания Уже совсем другое Я пою сольные концерты Тоже в моем возрасте Никто не поет Сольные концерты И пою Пиковую даму Которую пою уже 50 лет Я ее спела, когда мне было 25 А скажите, Елена Васильевна Как вам пришло в голову согласиться Или может быть это даже была ваша идея Спеть вместе с Тимоти На новой волне в 2008 году Да нет, ну просто хулиганили Да и все Сказали Хочешь сделать такое смешное Я говорю, давай Я говорю, почему нет Я вообще хулиганка по натуре Тимоти замечательный артист Почему нет Ну вам как-то вы волновались Перед этим экспериментом? Как вы будете выглядеть? Как вот не будет ли это странно? Что вы решили с рэпером спеть? Вы такая оперная дива Да ладно, какая дива Не надо Я не думаю об этом Поэтому я живу легко На фотографии, которые вот у нас здесь на экране У вас даже татуировка Что у меня? Татуировка Ну потому что вот хулиганили Это все нарисовали А вам с собой понравилось? Нет, я всегда делаю то, что мне нравится То, что мне не нравится, я не делаю И самое главное, что я пела тоже только то, что мне нравилось Я никогда не пела то, что мне не нравилось Однажды, когда я пришла в Большой театр И меня вызвал Чулаки Один из самых лучших директоров Большого театра Потому что до моего века было очень много их И Михаил Иванович Чулаки сказал Говорит, знаешь, что надо тебе спеть в оптимистической трагедии Я говорю, вы знаете, я такая слабенькая У меня такое слабое дыхание Я петь не могу У меня не хватит всего запала на эту оптимистическую трагедию А музыка была жуткая Господи, прости меня И не стала петь И он мне говорит Так, не хочешь петь, не пой Но никогда не ври То есть поверить в то, что вы слабенькая Практически невозможно Нет, нет, нет Я в Большой театр пришла, была точненькая После блокады, ты знаешь, Ленинград одни коленки были Да, это, кстати говоря, невероятно Да, это тоже был очень смешной случай Потому что когда я пришла тоже туда к Чулаке А выше этажом, его кабинет был выше этажом А внизу я стояла, ждала своей очереди Когда я должна пойти к нему А наверху стояла Архипова Ирочка И кто-то ее спрашивает Вот, говорит, молодая певица пришла Такая Большой театр Как вы думаете, будет из нее что-нибудь? Она говорит Не думаю, дитя войны И так я всю жизнь, когда я Иру видела, всегда говорила Здравствуй, это я, дитя войны Она смеялась А вы даже в обморок падали как-то один раз на сцене Есть такая В обморок я упала Я играла, должна была петь отрока Сказание о граде Китеже И меня тогда, значит, куда-то заставили полезть Высоко, ну, во-первых, я жутко боюсь высоты Мне уже было дурно Потом, значит, вдруг я потерял сознание И потом еще все врачи начали смотреть внизу Там, когда уже меня спустили Как, где, что, сердце А потом одна говорит А может, ты беременная? Я говорю, может быть, почему нет? И так и было Ирина Васильевна, а вот вы Кроме эксперимента с Тимати До этого тоже у вас был такой театральный эксперимент Вы рискнули Во-первых, заняться драматическим театром Вы сыграли в спектакле Романа Виктюка Тема была такая, что у вас была, значит, у Примадонны была любовь с неким, значит, молодым совсем Молодым мальчиком Молодым мальчиком И вот один критик написал о спектакле Стоит посмотреть только ради того, чтобы увидеть, как лауреат Ленинской премии И герой соцтруда Отрывается Смачно курит и с удовольствием матерится Пытается танцевать рок-н-ролл и демонстрирует голые ноги Так, рок-н-ролл был, Курила тоже Мат А вот насчет материться не было ни одного слова А как вы вообще, ну, пошли на такой риск? Почему? Какой риск? Ну, вот участие в таком спектакле, про который вы написали Герой соцтруда Потому что спектакль был замечательный, прекрасный Мы его играли много-много лет И вообще этот спектакль дал мне выжить Почему? Потому что я год после смерти мужа не могла прийти в себя И была просто мертвая И потом вот один приятель говорит Пойдем посмотрим Соломею у Виктюка Я говорю, да не пойду я к Виктюку, не хочу Нет, пойдем, пойдем Я пошла и просто была потрясена уровнем театра Я решила, что они там приглашенные какие-то там акробаты или еще Это все делали мальчишки из его театра, да, артисты И потом, значит, я говорю, вот взял бы и пригласил меня сыграть что-нибудь Он говорит, я подумаю И через две недели он принес мне пьесу вот этого Майнарди, Антонио Фон Эльба Я сказала, когда начинаем репетировать Он говорит, о, завтра И все, и так я попала к нему А вы ради спектакля Виктюка даже похудели? Или это не было связано? Да, на 28 килограмм Ну ничего себе! Пришлось перешивать все костюмы А вы специально это сделали для спектакля? Ну а как же, конечно, для спектакля Потому что это Динка Бозин должен был все время меня носить на руках А я была здоровущая такая тетка Думаю, ну что, мальчишку-то загубить в молодости То есть никто перед вами этих задач не ставил? Вы сами перед собой такую задачу поставили? То есть вы с внешностью готовы поэкспериментировать? Включая вот так вот за два месяца? Ну конечно, обязательно Но ради театра это все можно сделать То есть театр вас вдохновляет Новые какие-то проекты, они вселяют в вас силы Вот еще один источник вашей энергии, я так думаю А был еще один спектакль, задумывался у Виктюка Который назывался «Венера в мехах» Нет, «Венера в мехах», к сожалению, не пошла Не знаю, почему-то мы уже начали репетировать Я была в Нью-Йорке тогда И зашла в магазин вот этих, где Сада Маза Магазин такой, Сада Маза Секс-шоп такой А просто я хочу объяснить Может быть, кто-то не знает, что Елена Васильевна должна была исполнить роль Сада Маза Ну вот И там я накупила все, что нужно Там была такая негритянка, такая с дорогущими, с губами И она решила, что я, конечно, Сада Маза, это ясно И она все мне, весь набор Какие-то плети, плетки какие-то Все это я привезла домой И все это лежало, 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 лежало И потом так и не сыграли И потом думаю, что ж все лежит Я взяла и сделала ванну такую На даче в ванной, все развесило, все И все, кто входит, так Единственное, что когда приходят дети ко мне Я скорее бегу закрывать эту ванну Ну вы вообще лихой человек, я вам скажу Вы вообще смело сотрудничаете с молодыми людьми Это тоже нечастое свойство, я вам хочу сказать Но люди начинают побаиваться нам от молодых людей И говорить, или не побаиваться, но говорить Ну нет, они такие Да чудные просто В наше время было по-другому В наше время все было по-другому, конечно Мы были скромные, мы были забитые Но зато мы читали много, мы смотрели Ходили в музеи Они сидят, все время тиркают это все Но я хочу сказать, что когда с молодыми я общаюсь Я даю мастер-классы И когда я с молодыми общаюсь Я становлюсь моложе тоже Но вот одно дело, вы даете мастер-классы Но ведь у вас же вот даже на 70-летнем юбилее Был Вася Бархатов, молодой режиссер Да И говорят, что ваш приятель, он был режиссером этого вашего Он все мне испортил Да вы что? Поэтому когда он напросился на 75, я сказала нет Вася, нет То есть все-таки к молодым вы относитесь Там не получилось Или просто это творческая неудача Просто с Вася у нас У него не получилось, он согласился А еще, значит, вы не оценили молодого режиссера Дмитрия Чернякова Который постановку сделал в театре Руслана Людмилов Умнейший, дядька, умнейший Кто Черняков? Обаятельный Черняков Обаятельный, знающий И вот делает гадости на сцене Он приехал ко мне на дачу И очень уговаривался петь Наину в Руслане Людмила И, значит, я сказала, если никакой гады себе не будет Я говорю, я с удовольствием буду репетировать И мы все репетировали Мои сцены были все очень приличные Все, и слава тебе, Господи Что-то мне стало сердцем плохо Я села в зале Большого театра И дошли до такой, значит, сцены Вдруг побежали голые тетки Потом, значит, какая-то большущая кровать Там, где Людмила лежала И пришли какие-то качки Начали заниматься любовью Я... Просто у меня был обморок И так-то мне было сердце плохо Потом под ручки увели И я отказалась, конечно Ну, то есть, есть мера... Ну, это не первый раз Это не первый раз, когда я отказалась Потому что, когда пригласили в Каракалы в Италии Пригласили меня петь Кармен И я приехала заранее, чтобы посмотреть эту постановку И когда, значит, на встречу Кармен Вышел в таких красных штанишках семейных И с камелью И с перчатками боксерскими Но я сказала, нет, это я не могу Почему? Перешить Почему? Ну, зачем же мне какие-то мохнатые голые ноги Там, это... Семейные трусы И что это? Это все отвлекает от музыки Это все... Ну, гадость все, гадость Я отказалась А какие эксперименты вы считаете возможными? Это ты про музыку или про жизнь? Про жизнь? Там, ну что же тогда интересно Если в музыке нельзя, а в жизни можно? Да, наверное, да Можно пойти на риск Можно пойти А в музыке нет Послушайте, но меня удивляет Если вы были готовы выйти в красном корсете С черными кружевами и с плеткой на сцену Ну, так это специальный спектакль А, то есть вы не допускаете такой трактовки классики Ну, в музыке нет, и классики тоже нет Елена Васильевна, еще одна тема, которая меня интересует Почему вы не скрываете тот факт, что вы делали пластические операции? Почему? Я сделала три раза подтяжку лица А почему вы это говорите? Почему вам кажется... Потому что лучше выйти три раза сделать подтяжку лица, чем выйти как с чемоданом То есть вам кажется лучше вперед сказать, потому что все равно напишут Или потому что даже в некотором смысле вы пропагандируете Что надо быть красивым Нет, надо, если ты уходишь на сцену, надо соответствовать этому Вот и все Браво! Всю жизнь Всю жизнь сижу на диетах И это тоже дисциплинирует? Это тоже дисциплинирует, вдохновляет И вдохновляет, дает энергию Правильно Вот оно! Вот они секреты, которые... Учись, учись, учись Я учусь, учусь Упитывай Так, именно так я и делаю Надо сказать, что глядя на вас вообще невозможно себе представить Что действительно блокадный Ленинград это частичка вашей биографии Настолько вы вот молодой душой и телом, я бы даже сказала Но тем не менее, это было с вами Вас чему-то вообще научило тот кусок вашей жизни? Ну я была очень маленькая, но я... Это когда вот такой голод И когда все то, что мы пережили, бомбардировки эти все, это такая жажда жизни Даже у маленьких ребятишек была жажда жизни И мы поняли ценность жизни Может быть такая радость жизни у вас тоже от этого? От того, что вот в самом начале... Радость жизни, да, это как подарок Божий После всего того, что пережито было, как подарок Божий И потом никогда не скулите, когда плохо Всегда думайте, что, а может быть еще хуже Поэтому всегда, когда что-нибудь случается, я всегда говорю, спасибо, что только это АПЛОДИСМЕНТЫ Вы, когда вернулись в Ленинград с вашей семьей Вы вернулись в ту квартиру, которую вы оставили Только эта квартира уже была не целиком принадлежала вам А только маленькая комнатка была выделена вашей семье И даже вам пришлось выкупать собственные вещи У наших соседей Тот, кто поселился Как вы оцениваете этот аспект? Вот этот эпизод просто, что вам пришлось выкупать собственные вещи Да, ну я тогда этого сильно не соображала Только я возмущалась, почему украли у нас пластинки Такой был громадный, красный, ну не знаю, как, саквояж какой-то И там были пластинки, которые папа привез перед войной И под которые я делала уроки, я слушала Джили Там, ну, всех Гали Курчи, всех старых певцов итальянских И, значит, потом уже вот эти соседи, которые поселились в нашей квартире Все говорили, вот опять она делала уроки под музыку Опять она эти свои арии заводила Ну, такая история была Вот этот эпизод или другие какие-то столкновения с такими качествами людей Вот не отравляет радость жизни, что люди бывают так недобры, что в них есть такое проявление? Сейчас уже нет, потому что сейчас уже пришла мудрость А раньше? А раньше, да, я очень заводилась страшно Есть плохие люди, есть хорошие, есть добрые, есть злые Но еще надо всегда, прежде чем осуждать людей, нужно обязательно понять, почему они так поступают Потому что, может быть, есть какие-то обстоятельства жизненные, которые заставляют их это делать И тогда надо прощать Но всегда Господь прости А вам удалось понять такое качество человеческое, как зависть? Я думаю, вы с ним часто сталкивались Нет, я никогда не завидовала, слава Богу А вам завидовали? Ну, я не знаю, но я уходила от всего этого Но Большой театр, которым вы работали Некогда было, некогда было Надо было только учиться, учить, учить, учить Без конца У меня все время лежали три клавира И я все время учила то эту оперу, то ту, то скорее, 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 скорее Так что мне заниматься всякими другими эмоциями было некогда Далее Наедине со всеми Ваш папа говорил, не становись при Мадонне, они все дуры Я не переношу теперь ни капли насилия над собой Но как так можно наступить на одни и те же грабли? Ну, вот так наступили Вы вообще упорный человек? Волевой? Упрямый? Очень Это сразу была такая просто данность такая? Да Или вас закаляла жизнь? Нет, и данность, и жизнь Ведь ваш папа не хотел, чтобы вы занимались музыкой Да, папа сказал, что я должна поступить в радиотехнический институт Слава Богу, я экзамены не сдала Но он заставил меня на подготовительные курсы ходить Целый год я ходила как дура, потому что ничего не понимала И потом я тихонько пошла в консерваторию И меня взяли И когда меня взяли, сказали, теперь сдавай экзамены Я говорю, какие экзамены? Он говорит, ну как экзамены? Историю, литературу? Я говорю, нет, это я ничего не готовилась Я говорю, я думала, что в консерваторию только петь надо И это так и правда было И они сказали, ну все равно, мы вас возьмем, а вы в первую сессию сдадите Ну, а потом все забыли, и так и без экзамена поступили А поступало очень смешно Сначала нужно было спеть к арию Я, по-моему, третью песню реле спела Потом, значит, я говорю, и смотрю так, без выражения на лице сидит жюри Я говорю, а можно, я еще спою романс? Говорит, давайте, я спела романс И опять смотрю, они сидят Что-то впечатление не произвела Впечатление не произвела Я говорю, а можно вот еще русскую народную песню спеть? Ну и когда они уже четвертый раз, я сказала, что, а может быть, я говорю, вы послушайте диапазон голоса Тут они уже все рассмеялись И сказали, что не надо, диапазон голоса не надо Все поняли уже А вам вообще, мне кажется, должно быть ужасно обидно, что ваш папа вас, так сказать, ну вот не воспринимал У вас с детства было понятно, что есть голос Сразу поняли педагоги в консерватории, что, мол, ох, наша, даже без экзамена вы взяли А папа говорил Не надо, не ходи, ничего из тебя не получится Раньше перед кинотеатром, перед киносеансом были концерты И там пели такие захудалые певицы Он мне говорит, всю нашу семью опозоришь, будешь петь перед сеансами, перед кино Всю нашу семью опозоришь У папы был потрясающий баритон То есть вы в него пошли-то? У его дядьки, моего дядька, у его брата тоже был потрясающий баритон У мамочки была дивная сопрано Бабушка моя пела в хоре Так почему же он предполагал, что вы будете в кинотеатре петь? Ну вот не хотел и все Если бы они были, вот эти два брата, папа и мой дядька Если бы они были профессиональными певцами, они были бы великими певцами Потому что голоса были фантастические А я даже читала, что вы считаете, что голосу научить нельзя Что это вот учить можно только в курсе Знаешь, как итальянцы говорят Donno del Dio Не знаю, что это Сейчас я тебе расскажу Подарок Бога Это данность Богом Но голос, это еще ничего не значит Потому что это все равно, что вам бы я подарила скрипку Страдивари Ну и что? Ничего не вышло бы хорошо И мне бы тоже ничего Потому что нужно еще научиться петь Научиться понимать музыку И петь музыку, а не ноты Так что можно, там очень много чего надо знать, чтобы быть певцом Ваш папа говорил, не становись при Мадонне, они все дуры Правильно сказал А ваш папа-то оценил вас все-таки Да-да-да На уровне Примадонны Когда я поехала в первый раз на конкурс в Финляндии Получила первую премию Там что-то еще, я не помню И я приехал, и был написан плакат Написано «Привет, лауреатши» Это он сам писал И отец был замечательный, дядька, его любили все Он тоже у них дочек, так что у нас это по генетике идет Теперь моя дочка тоже хулиганка А почему же, вот кстати, раз про дочку мы заговорили Ваш папа вас не пускал Это в общем было каким-то страданием для вас И даже потом он сердился на вас, что вы поступили в эту конкурс Год не разговаривал с вами А потом, когда я, значит, давала интервью и говорила про это дело Он все говорит Что ты глупо все болтаешь, никогда этого не было Это, кстати, часто случилось с мужчинами Они быстро это забывают Да Так вот, с вашей дочерью вы поступили точно так же Она хотела стать певицей, вы тоже ей запретили Но как так можно наступить на дне те же грабли? Ну, вот так наступили Но она тоже все тихонечко Сначала она поступила на журналистику в университет Потом она сказала Не доучилась, один год не доучилась Можете себе представить Ушла и сказала, это не мое Я говорю, ну а что твое Я буду медиком Пошла, поступила в медицинский Два года отучилась Пошла в больницу, ухаживала за всеми там больными Со всей своей страстью души Она вообще такая сердобольная девочка Ну вот, и потом Тихонько-тихонько поступила в консерваторию В училище сначала Потом в консерваторию Закончила Тихонько от меня и даже не знала Как? А как это можно не знать? Ну как так? Вот так И вы узнали об этом и что? Когда она вам предъявила? Ну ничего, узнала, сказала, молодец Потом, как я написали в газетах У меня Монсеррат Кабале украла дочь Значит, она уехала Монсеррат действительно сказала, что я хочу с ней заниматься И она уехала вот к Монсеррату Монсеррат занималась очень долго И они пели и камерные концерты Ну так что... А Монсеррат Кабале взяла вашу дочь к себе в ученицы Потому что она была ваша дочь? Или потому что она ее услышала? Ну может быть и не без этого, может и не без этого Но ей понравился ее голос, ее тембр голоса Но сегодня ваша дочь, в общем, востребованная А сейчас вот мы вместе поем Оперная актриса в Испании Да, она в опере мало Нет, она... Слава тебе, Господи, у нее заела ностальгия Так Приехала домой и теперь живет здесь И привезла мужа сюда, испанца И родила ребенка Еще у меня один внук 25 лет, а второй внук 3 года девушка Прекрасно Вы, может быть, потому не знали, что ваша дочь закончила консерваторию Что Лена в этот период жила со своим отцом и не очень общалась с вами? Нет, был у нас такой очень печальный период Это 2 года я ее потеряла совсем Я разошлась с мужем У нас вообще в семье никто никогда не расходился Вообще не представляли себе, что это возможно И я тоже, для меня это была жуткая трагедия Я полюбила Журайсиса Альгеса Марцеловича, дирижера нашего И так полюбила, что ничего не могла с собой сделать А к тому времени вы в браке были уже 17 лет? Я с одним прожила 17 лет, и с другим 17 Да Ну вот, и Ленка, естественно, ушла с отцом Потому что... Почему естественно? Естественно, потому что я ездила по заграницам, пела И она воспитывалась с папой И жила все время с папой Мне кажется, был момент, когда она была на вас обижена? Ну, естественно, как с папой мама разошлась Конечно, обижена А что она вам говорила? Нет, она мне ничего не говорила Она, наверное, боялась мне говорить Только она меня называла Елена Васильевна По телефону я ей звонила Она говорит, Елена Васильевна Ну вот я пережила это дело А сколько ей было лет? Очень... 17 Очень сильно я пережила это дело Но, слава Богу, все прошло У меня сейчас с ней большие подружки И я ей помогаю, вот, чтобы мы пели вместе в концертах И сейчас вот она такая, самый близкий человечек у меня А тогда, в тот момент... Ну, я боролась за нее, боролась Два года боролась Если у кого, когда такая ситуация бывает Нужно обязательно... Потому что ребенок есть ребенок Ребенка надо иметь рядом всегда С собой А как вы боролись? Вот, звонила по телефону Выслушивала всякие гадости Ездила к ней домой Ну, много чего было А вы чувствовали себя виноватой? Да, конечно Вы чувствовали, что она права? Ну, конечно А вы пытались ей объяснить, что бывает такая любовь? Нет, я не пыталась Потому что приходит момент Когда я знала, что она поймет это Когда она разошлась с тремя своими мужьями Она меня поняла А вообще Вы так удивительно, интересно пишете о том Как вот распался ваш первый брак И случилась эта безумная любовь С журналистом Но вы сами от себя ожидали Того, что вы можете так любить? Ну, нет, конечно Никогда в жизни А что, можно сказать? Это ваше самое первое чувство такое сильное? Такое сильное, да То есть в молодости вы вышли замуж довольно поздно? Ну, по советским меркам Ну, по вашим-то меркам, конечно, поздно Я уже была старая дева, наверное Нет, по нашим Сколько мне было? 26 26 Но и для Советского Союза, я думаю, что это было уже прилично Да Вы вышли замуж по любви? Да, по любви Я очень любила этого человека Но ваш первый муж за ним был физиком? Он физик был, да Я помню, что мы пришли в гости И вошел молодой человек И знаешь, как Татьяна сказала Вот он, вот он И я сразу поняла, что я в него влюбилась сразу Еще не разговаривая, не говоря ни слова Быстрасная натура А первый ваш муж, как он воспринял ваше расставание? Нет, ну он же очень был умный человек И очень воспитанный Мне что он сказал Ну, а что можно сделать? Я говорю, сделай что-нибудь, сделай что-нибудь Он говорит, ну а что можно сделать? Ничего сделать нельзя Я говорю, правильно Правильно? Но все-таки при этом вы пишете, что у вас был даже такой силы стресс Что вы голос стали терять Да, я два года очень плохо пела Очень переживала, очень сильно переживала Потому что для меня это было неожиданно Неожиданно пришла любовь, которая, по сути, разрушила предыдущую жизнь Правильно, совершенно верно Но она того стоила? Да, конечно А ваш первый муж достаточно быстро женился? Да, он сразу женился, сразу Просто я даже была удивлена Вы обиделись по-женски? Нет, конечно Нет? Ну, нет, каждый живет своей жизнью Я считаю, что вообще даже детям нельзя залезать в детство Когда Лена сказала, что она уезжает жить в Испанию Ну, для меня второй был этот удар Шок, да Шок был, да Но я сказала, что Господь дает жизнь каждому из нас И он должен прожить эту жизнь Как скажет Господь, куда поведет Вы написали, что ваш первый супруг вас подавлял Я не переношу теперь ни капли насилия над собой Ну, ни капли Ваш первый супруг жив до сих пор? Да, конечно Вы с ним общаетесь? Поддерживаете отношения? Нет, мы отношения не поддерживаем Ну, мы через Ленку, я ему передаю приветы Ленка передает мне приветы Мы в хороших отношениях, но не видимся Это его решение или ваше? Или вообще вам это не нужно? Не знаю, но так сложилось Вы вот как человек религиозный, а как вы оцениваете вот эту любовь, которая нагрянула? Ну, тоже это подарок Подарок Бога Подарок? Конечно А вот есть же такая точка зрения, что в любом случае надо перетерпеть, надо сохранять предыдущий брак Неправильно Значит, если ты терпишь, живешь с мужем, которого ты не любишь и терпишь, я считаю, что это неправильно, потому что ты все время его обманываешь Тем, что не любишь, конечно А вам вообще известно такое состояние? Любовь как страдание Говорят, что она очень подпитывает творческого человека Вот когда любовь вызывает страдание Не знаю, у меня такой любви не было, слава тебе, Господи Повезло Да Только взаимное И только прекрасное Да Ваш второй супруг, Альгис Журайтис, знаменитейший дирижер Был очень необычным человеком Очень закрытым Очень, в общем, такого холодного прибалтийского темперамента Как он производил впечатления со стороны Йог Он занимался йогом Вегетарианец Говорили даже, что цветы, которые ему дарили после спектакля, что это Альгису на ужин Вот вы знаете, более разных людей, чем вы и он, трудно себе представить Как могла вспыхнуть любовь между вами? Хотя при этом он был сердцеед, был женат, много ждать до вас Да, я была как, он был как замок синей бороды Я была четвертая Просто плюс и минус, как вы так притянулись, как вы почувствовали друг друга, как это случилось? Ну вот так случайно вдруг бах и все Вы же уже долгое время работали вместе И работали вместе Он приходил домой очень часто И мы его подкармливали, как могли, чтобы все-таки Ну потому что он был очень худой И на цветах только Да, чтобы не на цветах был И очень дружили все вместе И он тоже никогда в жизни не думал Он за мной никогда не ухаживал Я никогда не подавал никаких надежд Вообще даже в голове не было В голову не приходило, да? Да И что случилось? Ничего, в один вечер, в один день Ну что, вот сидели рядом, разговаривали? Да, сидели, нет, не сидели рядом Он встретил меня в поезде И принес такой букет цветов И так пронзило, такое, как молнии все равно Вот я помню, в спину, как садануло И потом через много-много лет он сказал, что в этот момент он тоже это чувствовал Просто ударило вот какой-то мощной волной И все, я поняла, что я его люблю И сказали? Нет, ну зачем же говорить? Были ли у вас сомнения, когда, ну так как вот так мгновенно двух взрослых людей Не было сомнений, не было? Нет Ну слушайте, это какое-то действительно фантастическое чувство Если даже вот так вот сомнений нет А потом, когда вы стали жить вместе Это была трудная жизнь Я имею в виду, вот при такой разнице Темпераментов, мировоззрения даже отчасти Будучи уже очень взрослыми людьми Никакой разницы в наших темпераментах не было И воззрения на жизнь у нас были очень одинаковые Только я очень открытая, а Альгиз был очень закрытый Вот даже когда мы жили вместе, его разговаривать было очень трудно Но когда он начинал говорить, я понимал, что там кладезь знаний Альгиз был вам благодарен за то, что вы такая открытая И наверняка ваш дом стал более открытым Для... У меня была домработица такая, Аня И эта Аня говорила Ой, у вас у доми-то, как у Китая людей Я считаю, что общение с людьми Это самый главный подарок Господа Бога Потому что, когда мы разговариваем, мы друг друга узнаем Мы узнаем разные взгляды на жизнь С кем-то мы думаем Ой, вот этого я не заметила еще в жизни Вот то, что он говорит А этого я не знала И поэтому, когда мы разговариваем друг с другом Мы узнаем очень много Чему вы научились у своего мужа? Любви Вы написали такие грустные слова О том, что Альгиз все время говорил Меня в театре не любят Меня в театре не любят А если бы он знал, как его любят То он бы не умер так рано Нет, ну там была такая трагедия Потому что он очень любил Григоровича И они вместе поставили очень много балетов И когда Григоровича хотели убрать из театра Значит, там балетные не открыли занавес Это безобразие просто Как можно такого великого балетмейстера убрать из театра? А Альгиз в этот день должен был дирижировать Его, значит, там на них подали в суд Я так думаю, что вот эта история его подкосила А что самое ужасное было для вас в его уходе? Внезапность этого ухода? Или то, что нужно было хранить тайну? Что вы понимали, что он уходит, а он не понимал? Нет, и он понимал, и я понимал, и я знала Потому что когда ему делали операцию, то врач сказал, что ему жить три месяца Вы сказали ему об этом? Нет, конечно, нет И он прожил полтора года еще Потому что очень был мощный, такой сильный человек Духовно сильный Но вы написали, что вы после смерти Альгиза нашли заметки его С пометками на стихах В которых вот вы поняли, что такие пометки мог делать только человек Который точно понимает, что он уходит И уже он уходит, да И в Евангелии были написаны такие слова И потом в стихах Чучева, которого он очень любил Все подчеркнуто было И я поняла, что он знал все А вы говорили с ним об этом моменте того, что это такое расставание? Как будет вам одной без него? Или... Да нет, мы на эту тему вообще не говорили Я говорила, что он будет жить И что все это ерунда, что сделали операцию Теперь все будет нормально Он вам верил? Я думаю, что нет Но знаешь, когда кто-то говорит Тебе лучше, тебе лучше И тебе вроде бы становится лучше А может быть вы и сами поверили в то, что может быть все будет хорошо? Нет, я знала, что не будет хорошо Я знала Вам было с кем делиться? Вот мне кажется, это какое-то ужасное Нет, в этот момент никогда ни с кем нельзя было делиться Это, я считаю, что это просто даже противорелигиозно, я бы так сказала Ну как, я имею в виду с подругой какой-нибудь поговорить на тему того, что как мне тяжело, нет? Вы были замкнуты друг на друга Да, я год Потом не знаю, как я выжила Далее Наедине со всеми Лучше сначала умереть, а потом закончить петь Вот оно что! Девчонки, всегда до самой смерти будем ждать любви Несмотря на мои сто лет Какая вы бабушка? Плохая После... А если вы не вышли замуж больше никогда? Нет, конечно Но при этом я с не меньшим удивлением прочитала Может быть, это, так сказать, вы так шутите Но какой-то журналист вас спрашивает Вы ждете любви? Вы пишете, а как же? Конечно Да, всегда Женщины, девчонки, всегда до самой смерти будем ждать любви Но вы шутите или вы действительно готовы увидеть рядом с собой какого-нибудь мужчину? Может быть, да Несмотря на мои сто лет Нет, сто тут нету никак А какая вы бабушка? Плохая Здорово, почему? Ну, потому что... Старший внук очень долго жил в Испании Мы с ним встречались только Здрасте, до свидания Ну, так что вообще никакая бабушка А вот трехлетняя внука? А маленькая, вот ее привозят в субботу-воскресенье на дачу И, ну, не знаю, она очень смешная Ей три года, она говорит на трех языках Потому что папа каталонец Мама с ней говорит по-испански и по-русски И она начинает фразу по-испански, а заканчивает по-русски Или наоборот АПЛОДИСМЕНТЫ Так что бабушка, я такая, знаешь... Ну, так Плохая Плохая Так же, как и мама была плохая Ай-яй-яй А жалеете об этом или нет? Нет Я всегда хотела очень много детей Но вот из-за пения своего ничего не получилось Но зато у меня сейчас много друзей, которые ко мне приезжают Я их сажаю за стол, как маленьких детей И прямо в счастье И обо всех работаете АПЛОДИСМЕНТЫ У вас и учеников много? Да, очень много учеников И я... И особенно много их в Японии Да, я в Японии, да, я преподаю Вообще в Японии я ездила 50 лет Потому что, когда я поступила в Большой театр Мне предложили поехать с галоконцертами туда Я поехала в 17 городов Мы увидели эту красоту необычайную и немыслимую совершенно И когда я уезжала, я так рыдала, я так плакала Думаю, никогда, никогда я больше не увижу эту страну И так сложилась жизнь, что все 50 лет я туда ездила Вы до сих пор делаете ежедневные упражнения для голоса? Обязательно распеваться надо Да? Обязательно Это ведь такой подход почти студенческий Как бы вот в студенчестве понятно Значит, вот когда мне исполнилось 50 лет Наступили всякие гормональные дела У женщин бывает И слабость И я решаю, что больше я петь не буду У нас был тогда концерт С Миреллочкой Френи Мы пели Должны были петь в Вене И я говорю, не буду петь Я вот у меня слабость Здоровечка Она сказала, ты что, я в эти годы тоже так чувствовал себя Надо пойти сесть за рояль И все начать сначала Как маленькая девочка Все с самого начала Нота к ноте, нота к ноте И ты увидишь, что ты запоешь И вот она, это Френи, подарила мне 25 лет еще пения Вы настолько преданы пению Что вот уж ошеламлена я была Когда я узнала, что в течение 5 лет Был такой период в вашей жизни Что вы были почти слепая Да, правильно И я упала с велосипеда Да, с велосипеда И потом один, значит, в Нью-Йорке дядька мне предсказал Он говорит, знаешь, не езди в Южную Америку Там, говорит, обязательно случится несчастье Ну, думаю, ладно, бла-бла Медиум какой-то Да И у меня там отслоилась сетчатка глаза Но при этом пели Это были счастливейшие дни моей жизни Потому что не надо было смотреть на дирижеров Я их не видела И дирижеры все дирижировали под меня И это было счастье Была сутисфакция АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Но вы вообще боялись этого момента? Вы думали, что, ну, все, скоро придется расстаться с профессией Я слепту совсем-совсем Нет, я очень боялась, потому что мой папа Тоже потерял зрение перед смертью И тоже по дурости Уезжали на дачу И, значит, надо было отвезти диван на дачу Отец пошел вниз, шоферу говорит Помоги снести диван Тот говорит Я не рабочий Я шофер Я шофер Ну, батька у меня такой психованный был Он взял этот диван и поставил И все, отслоение сетчатки глаза У вас было почти то же самое, только в результате падения Но все-таки, слава богу, нашлись медики Ну, я успела, да, сюда приехать Здесь мне сделали операцию И, в общем, все нормально Правда, что вы до сих пор никогда не уходите в отпуск? Или в рот? Правда То есть вы вот это не лежите на пляже? Нет, ну, бывает там 2-3 дня, а потом начинается опять учеба Как-то я с детства никогда в отпуск не ездила И, вроде, и не надо Как-то невероятно У меня отпуск, когда я возвращаюсь на дачу У меня там 4 пуделя маленьких Виляют хвостами Нет, ну, это вообще сумасшедший дом, когда я приезжаю домой Да? Что делаешь? Да, потом мы все вместе спим на кровати Ноги не повернуть, потому что это все Они обкладывают вас Все обкладывают, и все близко так все И так, что я как в коконе лежу в собаках Но в счастье Скажите, пожалуйста, как вам кажется, что действительно является причиной вот такой работоспособности Вашего жизнелюбия, кроме Господа Бога Ну, воля, воля, воля в жизни Потому что я безумно люблю петь, мне никак не остановиться Я всегда говорю, лучше сначала умереть, а потом закончить петь Вот оно что! Еще я не могу не спросить вас Вы сказали Тоже в одном из интервью, что каждый день Вы сдаете экзамен Господу Богу Нам дают каждый день Задание какое-то То одно, то другое, то еще какое-то Еще Никогда не надо роптать Никогда Господь не даст Пережить Большего, чем мы можем пережить И чем больше переживаний дает Господь нам Значит, мы, тем более Я верую, что я сильная Раз мне дают такие сильные страдания АПЛОДИСМЕНТЫ А в чем смысл? Не отчаивайтесь, никогда не отчаивайтесь Потому что сегодня плохо, а завтра будет лучше А если даже послезавтра еще хуже Значит, слава Богу, уже только это Вот и все АПЛОДИСМЕНТЫ Елена Васильевна, спасибо вам огромное За сегодняшний разговор И должна сказать, что я буду Пристально следить за вашей биографией Дальше В надежде, что вы еще не один раз Нас успеете удивить Я бы даже сказала Ошеломить Спасибо Спасибо большое АПЛОДИСМЕНТЫ